Ну вот с утра все паблики Рашистской Федерации взорвались новостью, что якобы войска перешли, но они почему-то говорят в СУ, хотя там тактический знак треугольник, у нас таких тактических знаков нету. Пока что официальной информации никакой по этой ситуации нет, на государственной границе идут боевые действия на границе в Курской и Сумской области, но каковы будут результаты, кто эти боевые действия ведет на данный момент, в основном это происходит в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Пока давайте наберемся терпения и подождем официальной информации от нашего военного и политического руководства. Единственное, что можно отметить, что россияне в пабликах своих социальных сетях жалуются, что людей не эвакуируют, сами себе советуют, пишут рекомендации, что уезжайте подальше от приграничья. На российских федеральных каналах пропагандисты говорят, что все там хорошо, все отбито, все уничтожено, как все дроны, все сбито и никакой опасности нету, никто уже никуда никак не наступает. Вот, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области то же самое говорит, что все отбито, кого он там отбивал, куда, когда, сказать на данный момент очень трудно. Поэтому давайте подождем официальных информации от нашего военно-политического руководства, чтобы понимать, что же там происходит и кто какие действия предпринимал и для чего. По огневым задачам у нас за прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сила Вороны Украины наносили ударом по двум пунктам управления войсками вражеским, по двум районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага и еще одному важному объекту вражеских войск. За прошедшие сутки общие потери расширских захватчиков на всей линии фронта составили в личном составе 1050 оккупантов. Также наши воины обезвредили, вывели из строя и уничтожили техники врага в танках 4 единицы, в боевых бронированных машинах 8 единиц, в артиллерийских системах 32 единицы, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 36 единиц, крылатых ракет 6 единиц, автомобильной техники 54 единицы и специальной техники 1 единица. Вот такие потери суммарно на всей линии фронта от Белгорода до Олешек понесли вражеские войска на протяжении прошедших суток. И в общем такая обстановка сложилась на всех оперативных направлениях на материковой части нашей страны. По оперативно-стратегическому направлению Рашистская Федерация надо отметить, что в городе Усинске, это республика Коми Рашистской Федерации, там произошли взрывы и пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Минус еще один завод. Пожар довольно большой, горит до сих пор, хотя это происходило, взрывы и начало пожара было глубокой ночью. Но тем не менее еще минус один завод. Пока на данный момент никто из наших спецслужб не взял на себя ответственность, кто же произвел этот удар и чем он был произведен. Дроны, партизаны, может быть Рашистское сопротивление глубинное, это подорвало или подожгло. Посмотрим, подождем, я думаю к вечеру или завтрашнему утру, то точно будет информация, будут подробности, будут видео, фотоматериалы. И мы уже тогда, как обычно, в 2-3 этапа рассмотрим очередной взрыв и пожар на очередном нефтеперегонном заводе Рашистской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok